Игорь, а почему у этого телёка такой же швы? Такой что? Швы вынуждены. А ну давайте вспоминать. Швы на черепе хорошо видны. У каких особей? А у молодых. Знаешь, молодые. Все швы вполне-вполне открыты. А плод по черепу нельзя открыть, да? Можно. Можно. Вы себе представляете различия между коровой и быковой? Ну как городской житель может и не представлять? Ну, рога, наверное. Да нет, рога как раз не могут быть совершенно одинаковые. Но просто степень насильности тела. Как копытные решают чей козырь старше переразуможить? Ну, с сабетом. Ну, на самом деле, эта игра не кто кого перетелит, а кто кого перетолкает. Так? Упирается у бальня и старается столкнуть друг к другу. И даже глупы не соскакивали, вырастают фиксаторы. Вот олень у рога зачем нужно? Спасибо. Рогами ведь совершенно невозможно. Ни от лопка отбиться, ни от охотника, это не оружие. А копать можно? Олень? Пропать рогами? Снег, да. Лось копает, чтобы... Ось рогами топает. Лось очень длинноногое животное, при очень короткой шеи. Если лось опускает морду просто вниз, до земли он не дотягивается. Можно. Поэтому лось, когда пасется на траве, он вот так широко-широко выставляет перемену. На снегу? На снегу, а зачем в озеру копать глубокий снег рогами? Грибы, мухомор. Грибы. Под снегом. Вот таким снегом. А вы себе представляете, что сгребание происходит осенью, еще до того, как снег выпал. Вот попробуйте, когда-нибудь пойти в лес перед снегопадом и найти хотя бы один действующий мухомор. Ну, честно, но они же страшно похожи на лопату. Рога ось. Они очень похожи на лопату, но это совершенно не значит, что они имеют такой функции. Ну, у меня я где-то писать, не могу. Ось никогда и ничего рогами не копает. С этой точки зрения, вот совсем не похожи на лопату орган, а тем не менее. Компононку тела мамонта, представляете себе? Да. Да. Если вы посмотрите старые реконструкции, а я вам их отказать могу, раньше реконструировали по костям, собирая скелет, примерно так же, как слонами. Ну, и тот хопотный, хопотный и так далее. И получался такой странноватый немножко зверь, такой чемодан, что абсолютно не соответствовало изображениям, полиэритическим рисункам мамонта, которые сами охотники на мамонта делали. Охотники на мамонта рисовали свою добычу примерно вот так. Это похоже на мамонту современного словно? Нет, совершенно не похоже на мамонта. Совершенно, совершенно не похоже. Очень выраженное смещение центра тяжести вперед. Так. Это очень хорошо развита холка, приподнятый передний пояс с конечностями на цепь. А голова где? Волг, голова, соответственно, хобот, глаз. Уши очень небольшие, сушеные, раковины вообще интересный вопрос. Кто понимает, зачем африканскому слону такие гигантские, как глухухие уши? Для холодильника. Разумеется, это холодильник. При таком размере тело очень невыгодное соотношение объема и площади поверхности для жителей жарких мест. Дело в том, что при любом движении тепло будет выделяться в каждой единице объема тела, а уходить она может только через площадь поверхности тела. Чем более крупные линейные размеры, тем больше единицы массы будет соответствовать такой площадке. То есть угроза перегрева сильнейшая. Поэтому в этом случае вырастают радиаторы, вот такие здоровые лопухи. Зачем слон машет ушами? Создается в интенсивной потоке просто, охлаждение ушей. Самое интересное, форма бивни маммута. Хорошо, вот он вот такой, да? А форма бивни маммута у него вот такая. Ну и зачем бивни такой форма? Можно ли, допустим, насадить врага на такой бивни? В один слог. Это бульдозер. Это просто бульдозер. Опускают голову, вот эта поверхность бивни оказывается вот здесь на уровне ног. Смещение центра тяжести вперед. Зачем это надо? Дело в том, что хундерстепи, где они обитают, да? Зимой покрываются снегом, который ветер спрессовывает в исключительно прочный слой. Называется фирма. Так? Вот на чехотке, допустим, когда зимой не на снегоходе, а ногами идешь из одной точки в другую, с собой, если хочешь по дороге чай напиться, надо взять пилу и молоток. При том, что ни одного дерева на чехотке просто нет. Зачем ты, Влад? Нужно зарезать снегом. Вы... Хорошо. У вас газка, вот маленькая горелочка, чтобы скепятить, мол, горячая. Достаточно в котелок бросить снега для того, чтобы получить снег. Вот дело в том, что снег, вот который под ногами, вы ни рукой, ни лыжной палкой ничем не отковыряете. Нужна пила, чтобы выпилить кусок снега. На самом деле это уже не снег, это вот такая смершаяся масса фирм. Да? И бросаешь его в котелок и получаешь там нужный чех. Вот для того, чтобы добираться до травы, которая под фирмом, и нужна вот такая система. Об этом говорит, кстати, положение стесанности на беднях. У них вот эти площадки всегда стоят. А трение кусок строго. Вот это действительно супер лопата. А олень так не умеет? Не умеет. У оленей, знаете ли, эти придавки вот здесь. Ну и прикиньте, какое положение должен принять олень, чтобы эти придавки что-нибудь копали. Просунуть голову глубоко между ногами, между передними. Только в этом случае рога развернутся в сторону земли. Представьте, оленю в таком положении у меня не хватает фантазии. Он все-таки не лепит. У которого 24 позвонка шейных, такую шею можно хоть в узлом завязывать. Да? А у всех рыбопитающих 7 шейных позвонков. А почему у него тогда такой формы заголовок есть? У оленей? У оленей. Дело в том, что представление о том, что все признаки у живых существ должны обязательно иметь чисто функциональное объяснение, представление не совсем верное. Какие признаки уничтожаются естественным отбором? Отбрасываются. Не нужно. Те, которые мешают нормальному размножению и выживанию следующего поколения. Обратите внимание, у нас есть два организма. Один был толстый, красивый, веселый, прожил там полную жизнь, которая данному виду отмерена, но не размножился. А второй – хилый, больной, с комплексом неполноценности и так далее. Прожил всего половину возможного срока. Но размножился трижды. Вопрос – кто из них победитель, естественно, мог бы. Скажем, второй. Первый – ну вообще не жить. Эта линия развития просто остановлена и никогда не будет в нашем космосе дальше продолжена. Самое главное – это размножение. Передача информации в следующее поколение. Обеспечение непрерывности во времени потока жизни. Мы ведь с вами почему живем? А только потому, по одной единственной причине. Что выжили и размножились наши трети. Родители, дедушки, прадедушки и так далее. Вот если эта преемственность пресекается, все, ребята, дальше творить нечего. Хорошо, теперь произошла некоторая мутация случайного изменения программы, которая привела к признакам, который преимуществ не дает никаких, но и не мешается. Но у него нулевая отборная ценность. Будет ли естественный отбор, такой признак уничтожать? Нет. Да нет, да? С какого перепуга? Если детеныши выживают, носители этого признака, так? Никакой иллюминации не происходит. Поэтому очень многие признаки находятся в форме разных вариантов. Не только рода, а у капутных. Ну, сам, пожалуйста, красивый пример. Это ситуация с кровеносными сосудами. В их кровеносных сосудах и сердце. Значит, из него выходит два кровеносных сосуда. Один из левой половины сердца – это аорта. Аорта вот так загибается другой. И дальше, проживание вот в это направление идет к органам уже брюшной полости, и так далее. А вот от этого места, от дуги аорта, должны ответвиться сосуды, которые уйдут в руки. Называются эти артерии будут ключичная артерия. И сосуды, которые уйдут в шею и голову. Сонная артерия. И вот смотрим, как этот узел может быть реализован. Значит, вообще есть восемь разных вариантов. Первый вариант – дуга аорта, правая подключичная, правая сонная, левая сонная, левая подключичная. Вот так. Ну и дальше – нисходящее артерия. Так. Логично. Логично. Второй вариант – дуга аорта. Плечи – головной ствол, правый плечи – головной ствол, левый, сонная, 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 подключичная. Логично. Логично. Третий вариант – дуга аорта, общий плечи – головной ствол. Логично. Логично. А теперь знаете, как у нас? А у людей – вот так. Плечи – головной ствол, правая сонная, правая подключичная, левая сонная, левая подключичная. Логично. Сколько выходов? Четыре. Логично. И за вон, сколько выходов? Три. Три. Что со степенью логичности схемы? Вот ведь схема логичная или вот эта? Да, я бы. Разумеется. Мешает это нам? Абсолютно не мешает. Вот это и есть вариантность признаков. В вовсе не обязательно органы должны быть точны кое перед друг другом. Так? Значит, если нет влияния на степень выживаемости потомства, а горк будет сохранять все варианты. Это как в психологии, не всегда правильное решение и логичное. Разумеется. Вообще, на самом-то деле, жизнь, как явление, штука страшно жмучая. Вот в буквальном смысле палкой мы держим. Так? Жизнь способна приспособиться почти ко всему, чему угодно, кроме одной единственной вещи. Жизнь совершенно не терпит однообразие. Вот той точке, когда все становятся одинаковыми. Чем более однородное распределение признаков в группе особей, тем с большей вероятностью на следующем этапе эта группа вымирает вся. Идея очень простая. Мы с вами существуем в изменящем космосе. При этом ясновидением мы обладаемыми. Ни мы, ни подосинники, ни морковки. Ясновидением не обладаемыми. Хорошо. Допускаем отбор, который оставляет жить только самых совершенных. Так? Значит, ну, если он работает в какое-нибудь, ну, хотя бы минимально значимое время, допустим, 200-300 поколений. Так? То что будет со степенью сходства всех выживающих в каждом поколении? Если отбор очень жесткий, отбираем только максимально приспособленных. Что со степенью сходства? Почти одинаковые. Почти одинаковые. Почти одинаковые. Почти одинаковые все, разумеется. А тут условия взяли и изменились. И еще будет со всеми сразу. Сразу. А теперь берем другой вариант. Дети рождаются разные. Не самые приспособленные, а разные. Глупые, умные. Высокие, низкие. Рыжие, черные. Толстые, худые. Там, я не знаю, медлительные, быстрые. Вот разные, разные. Так? Условия взяли и изменились. Все ли будут? Нет. Значит, разнообразие дает материал, для естественного отбора, для любых формах изменения среды. Поэтому, жизнь однообразия не терпит совершенно. Вариантность. Всегда вариантность. Поэтому, вот они варианты. Они не хуже, не лучше. Они варианты. Вполне вероятно, что когда-нибудь произойдут такие изменения, не обязательно во внешнем мире, а просто в эволюции остальных систем и органах, когда окажется существенным именно эта речь. Но пока этого не произошло. Если окажется существенным, пойдет активный обор. А пока здесь в реальность. Сейчас я не понял. То есть, существуют животные с всеми четырьмя? С восьмью. Я не всем. Разумеется, есть. Восемь разных вариантов подхождения. Существующие сейчас у вас. Да, сейчас, сейчас. Вполне себе. Но если вы знали, сколько разных вариантов построения зубной системы. Построения, там я не знаю, головного мозга. Но в построении черепа, вот это просто на материале показывает вам. Абсолютно все морфологические признаки варианты. Никакой такой оптимальной системы природы не допускает. По одной простой причине мир изменчив. То, что оптимальное сейчас, завтра может оказаться неоптимальным совершенно.